здравствуйте дорогие телезрители сегодня первый день седмицы вай так называется шестая седмица великого поста потому что своими богослужениями церковь готовит нас своих верных чад к празднованию дня входа господня в иерусалим верного воскресения этот праздник является одним из самых трагических праздников церковного года казалось бы все в нем ликование все в нем торжество христос вступает во святой град и его встречают ликующие толпы народа которые кричат осанна сыну давидову то есть красуйся сын давидов царь израилев которые готовы сделать из него своего вождя но все это ликование все это торжество основаны на недоразумении на недопонимании и та самая толпа через уже несколько дней повернется ко христу враждебным ненавидящим лицом и будет требовать его распятия почему же так произошло почему так произошло всего за несколько дней народ израильский к тому времени уже несколько веков не имел своего государства одни оккупанты сменялись другими и на тот момент иудея была оккупирована римлянами так вот народ израильский его современники ждали что христос возьмет свои руки политическую власть что освободит свой народ от власти оккупантов закончится оккупация и отмщено будет всем а христос вступает во святой город тихо восходя к своей смерти и уже через несколько дней вожди народа которые надеялись на христа обращают весь народ против него он во всем их разочаровал он неожидаемый он не тот на которого надеялись а христос идет к своей смерти когда он въезжал в иерусалим на ослике то произнес слова ставшие пророческими все то есть вот оставляется дом ваш пуст опустел храм опустела народная душа все превратилось в пустыню потому что единственное что может превратить страшную пустыню человеческой жизни в текущий в цветущий сад что может помочь человеческой жизни наполнится смыслом и стремится полноводной рекой к своей цели это присутствие живого бога который так велик что перед ним нет ни великого ни малого а в каком-то смысле все очень значительно как перед любовью то есть самые простые незаметные слова могут показаться значительными и в то же время большие события как бы меркнут в таинстве любви оставляется дом ваш пуст вожди народа израильского да и весь народ с ними жаждали земной свободы земной победы земной власти вожди именно хотели побеждать и властвовать и что в итоге осталось от этого поколения что вообще осталось от римской империи а что осталось и остается от тех людей которые имели в руках своих власть и думали что она никогда не отнимется от них ничто порой могилы а чаще чистое поле а христос он он никакой силы никакой власти не проявил разумеется он мог всю эту ликующую толпу сделать грозной силой и получить власть но он этого не сделал он остается бессильным беззащитным слабым и умирает как будто побежденным на кресте среди насмешек тех могил которых давно не сыскать и кости и прах которых рассеяны ветром пустыни а нам завещал христос жизнь он научил нас тому что в мире нет ничего кроме любви и готовности увидеть в своем ближнем в каждом человеке то что является самым драгоценным он научил нас тому что достоинство человеческой жизни так велико что бог может стать человеком не унизив себя он научил нас тому что нет ничтожных людей что страдание не может разбить человека если он умеет любить он научил нас тому что в ответ на опустошенность человеческой жизни можно отозваться мольбу к богу господи приди и приди скоро как страшно что целый народ встречая бога живого в иерусалиме который пришел с вестью о любви о любви до конца отвернулся от него потому что недолюбим было иного они ждали они жаждали они надеялись на другое и что осталось от них а те которые не многие которые услышали голос спасителя которые выбрали любовь и уничиженность те по неложным обещанию христа получили жизнь и жизнь с избытком жизнь полную торжества и ликующей надежды и праздник который мы с вами дорогие телезрители будем праздновать следующее воскресенье это день страшного недоразумения одним оставляется дом их пуст а другие входят в дом божий и становятся храмом святого духа жилищем божиим помогай всем нам господь